Привет всем, кто зашел ко мне на канал Соляви. Вы меня много спрашивали в последние дни, но это естественно. Насчет того, как немцы и французы отреагировали на прослушанный разговор немецких офицеров о планах взрыва Керченского моста. И в том числе там была информация о том, что американские и британские вооруженные силы официальные уже вовсю орудуют на Украине. В общем, по французам я сегодня проходить не буду, а по немецким СМИ пройдемся, потому что в конце концов это в их доме скандальчик. Какая реакция? Ну, реакция ожидаемая, и мы это с вами видели на многих других примерах. Во-первых, сам министр обороны Писториус ответил на вопросы, но это была пресс-конференция ни о чем, можно так сказать. То есть это было все для своих, для галочки, ни одного вопроса неудобного по сути не было ему задано, поэтому говорить вообще не о чем. Но в целом он как бы сделал вид, что все более-менее окей. Ну, что такого? Военные занимаются своим делом, они разрабатывают разные сценарии на всевозможные случаи, примерно так. То, что содержание разговора вообще противоречит немецкой конституции, это никого не волнует, это как бы окей. Но, конечно, Штрак Циммерман, страшная женщина немецкой политики, лоббистка военно-промышленного комплекса, она была в ярости, что такая утечка произошла, надо что-то делать, надо что-то делать, мы такие наивные, а русские такие плохие. Ну, ладно, бог с ней. Я, знаете, как обычно, вам просто из Тага США приведу один репортажик, такой ходовой на эту тему, который нам просто показывает суть происходящего, как вообще это подают общественности. Вот ведущая связывается с экспертом немецким в Вашингтоне. Опять же, в Вашингтоне какое отношение имеет Вашингтон к прослушке планов немецких военных? Это всегда такой прием, Вашингтон это самые главные эксперты. Если из Вашингтона что-то звучит, то это уже все, знак качества. На американском блеске основано все, в общем, все в немецкой и в политике, и да вообще во всех сферах, и в образовании, и в культуре. Вот американское это прям вот как от Бога. Вы послушайте вопросы вообще, какие задают этому эксперту. Уже из одних вопросов понятно, в какую сторону все движется, вокруг чего все крутится. Вот первый же вопрос. В чем, по Вашему мнению, цель российского руководства опубликовать прослушанный разговор? Понятно? Не само содержание разговора, а вот такие плохие русские, чего они добиваются этим? Ну и, конечно, он объясняет, что цель вбить Клин противнику, то есть Германии, надавить на Бундесвер, заставить заниматься этой проблемой, как внутренней, но никакого криминала из этого не делают. А содержание, как таково, не говорят. Говорят о том, вот как так получилось, а какие плохие русские. Далее, такая утечка с точки зрения кибербезопасности. Это было наивностью или халатностью воспользоваться таким каналом и говорить на особо важные секретные темы по каналу с недостаточной защитой. Здесь эксперты отвечают, что WebEx, платформа для видеоконференции, это, в принципе, нормальная платформа, но, конечно, не предназначенная для особой секретности. И там вообще кто-то еще присоединился из Сингапура, то есть надо было вообще-то считаться с возможностью утечки и прослушки в такой ситуации. То есть, по сути, банализируется эта тема. Ну да, надо было считаться, да, это не предназначено. Как бы косвенно он признает халатность, но не называет эти вещи своими именами, говорит об этом как о чем-то более банальном, более повседневном. Далее вопрос технически. Мы достаточно хорошо оснащены, в принципе, как можно улучшить надежность и безопасность передачи данных. Но и здесь эксперт не отвечает, по сути, как можно улучшить. Он, опять же, банализирует эту тему. Он говорит, что всегда надо считаться с утечками, то есть конкретных шагов по мерам предосторожности он не предоставляет. Он хочет сказать, что это достаточно типичная ситуация. Но вот такое впечатление складывается, когда слушаешь все это, когда смотришь этот репортаж. Именно с таким чувством уходишь. Но да, произошло. Но сегодня ни от чего ты не можешь быть застрахован. Здесь эксперт говорит, что даже если страны очень-очень-очень супер защищаются, все равно сценарий прослушки никогда не исключается. Да, это так. И он подчеркивает, особенно со стороны русских. То есть нам очко, да, что русские очень хорошо прослушивают и могут взломать любые системы. Но еще раз я подчеркиваю, что здесь по сути ничего не объясняется. Не обсуждают они саму тему разговора. Нападение на Керченский мост, до какой степени это легитимно и так далее. Само содержание разговора здесь не затрагивается вообще как таковое. То есть все вокруг да около. Отвести слушателя от сути вопроса и манипулировать, так сказать, увести в сторону. Далее продолжаем уходить в сторону. Ну уж поскольку это произошло, скажите, выходит ли данная утечка на новый качественный уровень? Тут эксперты объясняют, что да, выходит, поскольку это в контексте текущей войны на Украине. И здесь речь все-таки не идет о каких-то фейк-ньюсах, бросах и так далее в соцсетях. А реальная утечка, которая целенаправленно была предоставлена общественности. Целью разжечь политический скандал. То есть вот опять же из этих фраз создается впечатление, какие русские плохие, они хотят разжечь политический скандал. То, что причина этого скандала, сама суть разговора, это никого не волнует. Вот опять русские плохие, они хотят разжечь политический скандал. То, что немцы хотят напасть на Крымский мост, это как бы окей, да? Да, и он признает, это успешная операция, очень успешная. Самое главное, теперь у нас задача не сделать эту операцию еще более успешной для русских. А очередной вопрос, ожидаете ли вы очередные какие-то утечки? И уже в который раз нам объясняют, что с утечками всегда считаются, что утечки бывают с обеих сторон. Ну и тут, конечно, эксперт высказывает свое личное мнение, что он считает, что, например, по поводу России Запад гораздо лучше осведомлен, чем Россия по поводу Запада. Наши типа западные службы тоже очень хорошо работают, и дальше идет самое интересное. Но мы думаем, какую информацию можно дать общественности, а какую нет с этической стороны. То есть, как бы показывают нам, что у Запада такие этические высокие нормы, у них, конечно, огромное количество информации о России, но они думают, что можно сказать, а что нельзя. И, конечно, у них красная линия фейки, если фальшивая информация, то ни в коем случае. Но если то, что реально происходит в России в вооруженных силах, то почему бы и нет? Главное, чтобы это было честно, чтобы это не манипулировало. То есть, выставляют себя такими честными неманипуляторами с высокими этическими нормами. Типа, русские-то, они любой вброс готовы сделать, у них ни этических, ни моральных никаких принципов нет. Они за всю инфу хватаются, которую только найдут. А мы, значит, руководствуемся, чтобы это не нарушало никакие демократические принципы. То есть, опять же, вы видите, как все повернуто, казалось бы, это вообще огромный скандал, то, что произошло. А они умудряются еще выставить себя героями. И ведущая, конечно, обрадовалась в конце, говорит, ну, отсюда вывод прямой, что раз Россия так играет с огнем, то мы можем и атлеточку им прислать. Типа, у нас тоже много всяких компроматов на Россию. Эксперт отвечает, да, конечно, мы можем и эскалировать, но это не должно нарушать наши демократические принципы. Понимаете? То есть, вот такие супергерои, да, они могли бы тоже на Россию там и подлить масло в огонь. Если захотим, мы тоже могли бы эскалировать, но вот у нас есть принципы демократические и так далее. В общем, как-то так. Вот так, при наличии такой информации, насколько может разобраться обычный немецкий бюргер в том, что происходит, если такой угол подачи, именно в таком ракурсе все подается. То есть, а суть вопроса ноль. Вся речь о том, какие плохие, дерзкие русские, как они играют с огнем. Это не Германия, заметьте, играет с огнем, да, а это русские играют с огнем, что они опубликовали преступный разговор по поводу покушения на российские территории. Вот. Это, оказывается, Россия играет с огнем. Представляете, какой это верх манипуляции и при этом открыто говорится, что мы высокоморальные, что мы ни в коем случае не манипулируем, у нас только правда и никаких вбросов и никаких фейков. В общем, судите сами, пишите мне в комментах, что вы об этом думаете. Вы просили меня осветить, какой фидбэк на эти все события. Мы-то с вами в России думаем, о, вот, попались, крысу схватили за хвост, да, как она теперь увернется. Нет, это совершенно бесполезно, я вам рассказывала. Когда людей заживо сожгли в Одессе, я это смотрела, я думала, боже мой, я до сих пор это помню, меня трясло. Я думала, как теперь будут изворачиваться немецкие СМИ. Немецкие СМИ это все подали так, что вообще было непонятно, кто кого сжег. Там после репортажа ни у кого не осталось мнения, что это проукраинские силы сожгли заживо людей. Вот, так что все честно, все без манипуляций, все совершенно кристально, с высокими моральными принципами. Вот, есть ли какая-то надежда, что это изменится? Ну, надежда, конечно, умирает последней. Но ее остается все меньше и меньше. Так что пишите, что вы об этом думаете в комментариях, распространяйте это видео. А я остаюсь с вами на связи, до скорых новых видео. Пока!